Понимаете, у нас нету другой жизни, планеты нету другой, ее, понимаете, сегодня разрушить, это одно движение. Что было плохого? Надо было договариваться? Нет. Там не хотели договариваться, там хотели вбить кол в эти отношения. Потому что разделяем властвую, так же легче. Потому что Украина и Россия это большая сила, с Белоруссией три сестры. Это только чудо, говорят, что я остался жив. Потому что из ста человек, которые в первые дни войны были призваны, из ста вернулось только трое. И я понял, что это решение политологов, решение военных людей, решение большое, коллективное решение необходимости. И я понял, что если такое, я верю своему президенту, если такое решение взвешенное, человек принимает, значит, у них нет другого выбора. Я просто считаю, что под руку не надо говорить. Вот мешаться точно уже не надо. Если ты в своей стране и выбрал, ее выбрал и здесь живешь, ты должен быть со своей страной, со всеми ее проблемами. Но за глаза вас называют царь. Нет? Да, да, нет. Это добрая шутка моих коллег. Да, им так приятно. Я бы посчитал себя диктатором раз. И даже не побоюсь этого слова, идиотом два, если бы я попытался влезть в божественный план. И если честно, не буду даже скрывать перед камерами, мечтаю о звании Народной Артисты Республики Гелоруссии. Мечтаю об этом звании. Михаил, почти в каждой нашей семье есть своя военная история. Я знаю, что у вас тоже есть. И достаточно трагично, опять же, насколько я знаю. Не знаю, может, вам не очень... Я кратко, это катастрофа. Это не трагичная история, это катастрофа. Когда истребили всю семью моей мамы в Пуховиче, 60 километров от Минска. Мама чудом уцелела, 17 лет. Отец вывез ее в Москву, сделал предложение. И мама потеряла всех. Мать, отца, бабушку, дедушку, брата, сестру, дядю, тетю. 1200 человек на могилу Попова Горка. Здесь недалеко я туда периодически, уже после того, как мама не стала, я один или со старшим братом туда приезжаю, постоять у камней. Это одна часть марлезонского балета. А родители моего отца, они тоже пострадали. И мама отца, тоже в Могилевской области, в 41-м году была истреблена. Дед мой кузнец из местечка Кличев, знаменитый на всю округу. Он умер в 42 года от воспаления легких. Делал кому-то работу, позднюю осенью простудился. Вытащили из дома, попил чай, уже приготовился ко сну. Вытащили, было холодно, что-то с ним случилось, не было медикаментов. Здоровый человек, говорят, был бронзовое тело. Ну, кузнец. Это вы знаете, история о том, что врачи правят миром. А мой отец, фронтовик, сын моего деда, в 93 года не умер от воспаления легких. Появилась антибиотика, медицина. Поэтому врачи правят миром. И недавно как раз был день медицинского работника. Я вспомнил Карла Марса, который говорил, любовь и голод правят миром. Сегодня, наверное, особенно пандемия-то показала, что врачи. Поэтому поздравляю на всякий случай с прошедшим праздником медицинских работников Республики Беларусь. Низкий вам поклон. Ваши руки бессонные и святые. Низко вам поклониться хочу, люди в белых халатах. Так что вот такая история. Она фронтовая. Отец мой фронтовик, 4 года. Он защищал Ленинград, закончил войну в Берлине. Мама, которая узнала о такой трагедии, будучи одна, она сидела в 7-метровой комнате в Москве. Отец ушел на фронт, она осталась одна, и она уехала в город Нижний Новгород, тогда он назывался Горький, и работала там в Ивако-госпитале медсестрой. И у них у обоих были удостоверения, участники Великой Отечественной войны. Поэтому «Песни Победы» — это моя личная история. Мало того, когда я когда-то отцу, у него было 95-летие, я сказал, пап, у меня есть мечта, я хочу «Песни Победы» в центре Берлина, на площади. Он вот так вот сделал. А вы? Тебе никогда не дадут это сделать. А он был в полном, так сказать, в полном здравии, в плане мозга, светлый был человек, ушел, он почти 97 лет был. И вот, он сказал, не получится, прошло 9 лет. 17-й год. Мэр города Берлина Михаэль Мюллер, человек широких либеральных взглядов, вдруг ни с того ни с сего, мы его долго обхаживали, он говорил, нет, 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 и ни с того ни с сего, вдруг через большой перерыв, через три месяца, за две недели до 7 мая, мы просили эту дату, как раз перед 9 мая, вдруг подписал. И на центральной площади Берлина «Жандарменмарк» состоялся уникальный праздник, потому что, ну такое вообще трудно было себе выдумать. Люди разных национальностей, и наши соотечественники, и много немцев, и венгры, и итальянцы, и французы, 12 каналов телевидения разных стран, приехали и сняли этот уникальный концерт. 20 тысяч человек было на площади, стояли, висели на балконах, на крышах. Было сначала ограждение с пленкой, потом пленку сняли, потому что я очень долго уболял, потому что люди не обещались, я хотел, чтобы вся площадь хотя бы через забор видела концерт. Вот, и этот концерт был моей идеей, как обещание отцу. Сначала никто не верил, что это вообще получится, никто не финансировал. То есть вы, как и отец в свое время, но только чуть-чуть по-другому взяли Берлина? Вы знаете, в хорошем смысле, но я не могу сказать, вы знаете, это все равно, и я, может, недооцениваю свою работу, но то, что сделали великие, воины великого советского народа, то, что вообще они сделали, и какой гуманизм, они не уничтожили Германию, не сравняли, понимаете, города не превратили в руинах. Хотя вот мой отец, который воевал и понимал, что мать уничтожили, там всю семью жены уничтожили, какая в нем была злость и ненависть. И все равно какая-то внутренняя культура у славян, у русского солдата, благородство души, не уничтожить, не добить, не сравнять с землей немецкие города, понимая, что города тут ни при чем. Это, ну, великая, выдающаяся мудрость и благородство. Вот, и тем не менее, стоял немец лет так 75-80, говорит, я был ребенком, когда приходили русские солдаты, я помню эти песни, и я сегодня счастлив, говорит, что мы сохранили отношения. И то, что произошло сегодня на этой площади, это сенсация. Потому что что делали мы? Мы пели песни советских лет, связанные с верикотечной войной, о войне, подвиге, мире и любви. Пели шлягеры на семи языках, мировую музыку, которая объединяет мир. И даже спели «Катюшу» на немецком в знак того, что сегодня мы не пришли бряцать оружие. Мы пришли говорить о том, что мы должны объединяться, объединяться с Евросоюзом, с Китайской Народной Республикой. Не побоюсь этого слова. Соединенными Штатами Америки. Чтобы сохранить этот хрупкий мир. Потому что другой планеты нету, земного шара другого нету, жизни другой нету. И если вспоминать Штирлица, который говорил Ростиславу Пляту, мы-то с вами мужчины пожилые, а есть же еще наши дети, и есть внуки, и есть поколение. Надо о них подумать, перед тем, как кнопки нажимать. Понимаете, вот такая история. Вот, поэтому этот был концерт уникальный. Его увидели в Москве. И дальше мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. И главное, наш министр иностранных дел Лавров Сергей Викторович сказал, что ну вот, это исторический марафон. Чтобы люди помнили, чтобы никогда больше не повторилось ужас. И какой ценой была завоевана победа. Вот, и началось в 18-м году уже большое движение по всему земному шару. У Статуи Свободы был концерт в Нью-Йорке. В здании Генеральной Ассамблеи ООН, я очень горжусь, 75 национальностей, слушала, как мы пели песню «Издалека долго течет река Волга», «Визитная карточка России». Мы рассказывали про себя и про наши планы, и про наши цели. Имеется в виду, от страны выступая. 75 национальностей, всем переводили в уши. По-английски мы говорили, там, по-русски они все понимали. Стояли, не отпускали. Бухенвальский набат звучал. Люди миру на минуту встали. Это было тоже... Реакция людей тогда, вот, в Перлине, например, вы же помните, да? Реакция фантастическая. Это сделало мой гений даже всю мою жизнь, потому что это одно из главных событий моей творческой жизни, вот такой концепт. И дальше марафон, он дальше продолжался. Нью-Йорк, Генеральная ассамблея, я вам уже сказал. Центральная аллея в Вашингтоне. Мы поставили сцену, там, где президентская инаугурация нам позволили. Даже посол не верил. Как вам? Договорились. Ну, так как-то вот все совпало. Увидели они, когда в Нью-Йорке была такая, была прокламация сенатора, что это культурная сенсация. Разрешили в Вашингтоне. Дальше в Канаде. Вот. Потом мы сделали это в Китайской Народной Республике, праздники Песни Победы. На центральных площадях всех европейских столиц, которые вы знаете, практически всех европейских столиц, Лиссабон и Мадрид и Париж, только в Лондоне не было. Вот во всех остальных европейских столицах, и в бывшей Югославии, и во Франции, и в Вене несколько раз, и в Братиславии, и в Белграде, везде были эти праздники на центральных площадях. Песни Победы. Для того, чтобы привлечь молодежь, мы называли это unity songs, песни единства, песни, которые объединяют. Unidad – это на испанском языке. Вот. И в пандемию, чем мы гордимся, тоже были уникальные вещи. В пандемию тоже эти концерты прошли с ограничениями, с тестированием каждые 48 часов. Потому что очень много все равно оппозиционеров в этой истории, когда приезжают из России, это мягкая сила, это культура, это искусство. И когда пытаются что-нибудь нехорошее сказать в адрес нашей великой страны, смотрят на лица наших девушек, или на лица парней, на этих талантливых людей, на наш коллектив. Это, в общем, мешает людям, которые против, то есть супостатам России, мешает продвигать свои идеи оппозиционные. А то, что несем мы, это поддерживает Россию, это некая такая красота, доброта, искренность, честность и великое искусство, что, в принципе, и есть лицо нашей страны с глубокой, многонациональной, многовекторной и многовековой культурой. Вот вы выступали в почти всех европейских столицах. Америку, ладно, далеко не будем трогать. Но что, по-вашему, случилось? Вопрос вообще к политологу, но я задам его вам, как артисту, как человеку, который по-особому чувствует мир и воспринимает, наверное, уверен по-особому. Что же случилось там, в этих столицах, что немецкие танки снова поехали на восток? А вы знаете, ну, вы правильно сказали, такую глубинную, глубокую, серьезную, скажем, оценку, аргументированную. Ну, не могу дать по-разному понятию. А я и не жду от вас. Эмоционально у меня есть ощущение, что это борьба миров, борьба рынков, борьба различного рода систем за доминирование в мире, за первенство. Кто в доме хозяин, кто царь горы. И, насколько вот я наблюдаю, изучал историю, и сам изучал, и в школе изучал, и там, и дальше, и со всеми допусками, со всеми, так сказать, сменами мнений, все равно 500 лет англосаксы борются со славянами. Эта возможность, как только появляется такая возможность, они эту возможность пытаются использовать. Я даже никого не обвиняю. У меня на концерте, например, есть песня о любви группы Аба про Ватерлоу. Беги, как Бонапарт бежал из Ватерлоу. У меня есть Наполеон, он выходит. Есть парень, который поэт о любви показывает на Наполеона. Я в конце, и обрец, ходительство император Наполеон Бонапарт. Все аплодируют как-то в России. Бонапарт, что такое Наполеон, он же враг. Я говорю, давайте поддержим, это император. И он ни в чем не виноват, его выбрала история. Понимаете, этих людей выбрала история. Это большие шахматы. И они иногда оказываются, так сказать, на вершине айсберга. Айсберг их выкидывает, выбирает, толкает в эту работу. Это общественное мнение. Кто-то придумал. Есть Геббельс. Он министр пропаганды. И он выдумывает доктрину о том, что Рихард Вагнер – это композитор, которого любил Гитлер. И он уникальный, потому что такая гордость возникает, когда слышишь эту музыку. Ты на вершине мира. Мы великие немцы. Мы должны всех победить. Ну и все. Эта волна несет всех окружающих. Они не понимают даже, что делают. Потому что, когда тебя зомбируют. То есть сейчас такая же волна получая. Сейчас это, похоже, новая волна. Новая волна. Потому что кому война, а кому мать родная. Ну это всегда было. Сколько людей на этом сегодня зарабатывает огромные деньги. Сколько. Понимаете? Сколько огромного количества людей, которые могут себя проявить, пропиарить, выставить в новом сказочном свете. Навластвоваться в слайде. Сколько людей на этом выигрывают. А они это с удовольствием поддерживают. И вот глубоко копаться не будем. Задача наша. Задача всех белых сил добра. Бороться с этим. Не пускать, не давать. Вот так вот держаться за руку. Потому что другой жизни нет. Понимаете? У нас нет другой жизни. Планеты нет другой. Ее, понимаете, сегодня разрушить. Это одно движение. Понимаете, сколько это все строилось. Ведь строить сложно, а разрушать ведь как легко. Строят дом, его строят, не знаю, год, если стараться. Сейчас есть технологии быстрее. Но строили люди годами. Мы видим, как прямо на глазах на наших разрушается цветущая Украина. Вот вам живой пример. Катастрофа. Это катастрофа. Это инструмент для борьбы Запада с Востоком. Или, так сказать, коллективного Запада, включая Соединенные Штаты. Борьба с славянским началом. И по возможности... Тут особое иезуитство в том, что с славянским началом славянами же. Так я вам говорю, это же инструмент. Но ведь это большие инвестиции. Грубо говоря, я смотрю, как в Украине вдруг стал меняться шоу-бизнес в качественную сторону. Клипы, разные концерты, красота, дизайн, умения. Оказывается, 12 тысяч специалистов лучших приехало. Ну, не лучших, а таких образованных. Из Соединенных Штатов Америки в нулевых годах поддерживать вот эту индустрию шоу-бизнеса. Чтобы в Украине украинская аудитория с русского канала соскакивала на местной. А на этом местном канале уже идеи, которые нужны им. Не идеи, которые, так сказать, для этого народа хороши. Я понимаю, что Украина не Россия. Но братские отношения, кому они вредили-то? Что было плохого? Надо было договариваться? Нет. Там не хотели договариваться. Там хотели вбить кол в эти отношения. Потому что разделяя властвую, так же легче. Потому что Украина и Россия – это большая сила. С Белоруссией три сестры. Это большая сила непобедимая. Понимаете, эта сила уже один раз унизила вот этих владельцев немецких танков. Поставили их на колени фашистскую Германию. Но вот есть мнение, что… Мой отец в Берлине закончил войну, и папа говорит, мы их поставили на колени. Есть мнение, что они вот сейчас пытаются взять реванш. Ну, это красивое слово. Взять реванш. У них, они думают, даже это уже дети. Ну, где-то у них в генетике и есть. Мы тогда были унижены, оскорблены и поставлены на колени. Никто там не ценит, что разрешили соединить две Германии. Что разрушили стену великую эту, которую в свое время взвели. Никто не ценит и спасибо не говорит. Ну, сегодня они новой своей жизнью живут. Им там приказали. Никто, конечно, сейчас точно вряд ли расскажет, что, например, немецкие города, Патсдам тот же, стирали с лица земли не советские бомбардировщики, а американские и английские. И это была целенаправленная акция. Да, и это, вы знаете, это опять капля в море, то, о чем вы говорили. Это большая игра. Это как штрих, да. Это большая игра, и в ней... Я просто надеюсь, чтобы это сказать common sense, так называемое американское выражение, здравый смысл по-русски, чтобы все-таки молим Всевышнего во всех синагогах и церквях, чтобы победил здравый смысл. Он так или иначе победит, я в этом уверен. Надеемся. Вопрос какой крови, вот и все. Да, конечно, будет большая... И хотелось бы, чтобы просто меньше крови. Да, будет большая, большая за это расплата. Советский народ 27 миллионов жизней за ту победу положил. Это цена победы в Великой Отечественной войне. И сегодня 22 июня мы можем понимать об этом. Вот Брест и Могилев, это два таких, в общем-то, места, где наши деды проявляли чудеса героизма. Брестская крепость оборонялась, ну, а это очень известная уже история. Фантастическая история, которую весь мир знает. Да, но Могилев оборонялся почти месяц, я сейчас... 23 дня, да. 23 дня. Какие города еще Советского Союза так оборонялись? Ну, Ленинград, понятно. Сталинград. Сталинград, там особая история. Но в 41-м году, в 41-м году, битва была только за Киев. Нечем говорить. Это уникально, то, что было произно... Вы знаете, это когда вдруг план Барбаросса получил первую зуботычину. Неожиданно, когда шли уверенные в себе, вооруженные до зубов, и вдруг первый облом. Это, я думаю, первое сомнение, а это было самое важное, именно идеологическое, психологическое, именно вот Брестской крепости, вдруг они поняли, что просто не будет. То есть Брестская крепость переоценить роль этого уникального места нельзя, невозможно. Это вечная память, низкий поклон. Я думаю, что это эмбрион победы, он был заложен там, эмбрион. Ну и танки, горящие на Буническом поле под Могилевым. Это тоже тогда было... Никто не понимал, а как бить немцев? И только тогда показали, что вот, можно. Вот так они горят. Сразу уверенность появляется. Это самое важное. Кто эту уверенность поселит в советских солдатах? Потому что отец мне рассказывал про первые дни войны. Он говорит, я... Ну, я помню эти разговоры там в 90-х годах. Я до сих пор не могу простить Сталину, что он прозевал войну. Если бы он войну не прозевал, у меня мама долгое время была бы со мной. Еще там родственники, родители и вся родня мамы моей, ну, его супруги, жены была бы жива, если бы были люди к этому готовы. Никто не был готов. И Сталин не верил, и ничего не делал. И он говорит, нас гнали безоруженных на передовую. В штатских костюмах, мой отец говорит. Это только чудо, говорит, что я остался жив. Потому что из ста человек, которые в первые дни войны были призваны, из ста вернулось только трое. Он говорит, я счастливчик. 97 человек не вернулось. Он говорит, я счастливчик. Я даже, когда, говорит, пришел с войны и сказал, вот у меня удостоверение, пришел работать. Говорит, вы уцелели, это странно, герои погибли. Мой отец говорит, как, вот смотрите награды. Так вот, 97% тех, кто первенец. Если вы уцелели, значит, герои. То есть был такой момент. Ну да. Но потом... Очень сложное. Потом, потом... Сложное было время и тогда, но сложное и сейчас. Все конъюнктура, даже в те годы. Потому что это Иосиф Гиссарионович не мог простить тем, кто не мог ему простить. Понимаете? То, что он... Это свои истории. Очень сложно оценивать это, безусловно. Но мы можем покопаться, мы же с вами копаемся. Ищем ответы на вопросы, на которые вопросов нет. Знаете, делать вакцину или не делать вакцину. До сих пор никто на это не смог ответить. Это здорово. Весь мир отвечал и не смогли. И на вопрос, который мы сейчас обсуждаем, мы можем мнением друг с другом поделиться. Мой дорогой человек. Поделиться мнением. Безусловно. Но ответить не можем. Но поделиться можем, потому что наше с вами мнение, оно интересно. Потому что у нас есть опыт. У вас есть опыт рассказа от первого лица отца. Это очень важно и ценно, на самом деле. Кстати, очень ценно. Мой отец вообще ненавидел разговоры про войну. Вытащить клещами, только клещами. Вообще не общался. Я знаю, кто побывал в серьезных боях очень тяжело. Я поздний ребенок. И он вообще, у нас были большие, 50 лет ему было, когда я родился. И то есть, вот я помню, ему под 80, мне 28 лет. Я говорю, слушай, папа, ну ты мне за 28 лет сказал 28 слов. Я говорю, ну давай, ты мне хоть что-то расскажи. У меня дети там. Я хочу, ну как ты, мы должны об этом. И вот тогда в какие-то моменты вдруг он садился, у него появлялось вдохновение. Он рассказывал про батальон химзащиты, про то, что они на 15 килограмм, он похудел, сидел на муке и в воде, в окопах. Какое-то было страшное время под Ленинградом. И с каким-то парнем, говорит, я хотел две банки тушенки из продовольственной лавки скоммунизить. И парень ночью меня толкает, бог в 4 утра, Борис, пойдем. И вот тут, говорит, инстинкт древнего народа, инстинкт самосохранения, мне подсказывает, нельзя идти, лучше умереть с голоду, чем сейчас пойти. Вот такое прям чувство. И он говорит, не ходи, нас накажут, не ходи. Тот говорит, пойдем, он не ходи, короче, я пойду один. И отец не пошел. Этот парень залез в лавку, украл две банки тушенки. И в 12 дня его уже расстреляли. Вот они, законы военных. Что было на этой войне? Поэтому повторять войну или, не знаю, допустить ее, допустить эту большую кровопролитную войну, мы должны просто взяться за руки. Понятно, что никто не хочет повторения тех ужасов. Но хотим мы того или нет, оно так или иначе к нам приходит. К нам приходит, да. Да, когда началась СВО, мы знаем, какие процессы не всегда красивые происходили в среде творческой интеллигенции в России, в частности. Для вас был выбор? Вопрос выбора стоял? Я еще раз вам говорю, что я это понял, и мне в этом помог отец, и память о нем. Вот когда он мне рассказывал, что у него просить Сталину, я понимал, что не Владимир Владимирович один такое решение. Я в свое время его шутку оценил. Он говорит, я не один воюю в израильской армии. Он так один раз пошутил. Я понял, что это решение политологов, решение военных людей, решение, большое коллективное решение, необходимость это. И я понял, что если такое, я верю своему президенту, если такое решение взвешенное, человек принимает, значит, у него нет другого выбора. Вот. Когда мои коллеги что-то не приняли, вы знаете, я далек от того, чтобы судить кого-либо. Не суди, не судим будешь. Еще в Библии, в Торе написаны такие вещи. Я далек, вот, знаете, там, не знаю, устраивать свалку, перепалку и различного рода оскорбления в адрес друг друга и на этом делать пиар. Потому что, ну, как только свалка-перепалка, ты такой патриот, давай вот завалим этого, который вот позволил себе сказать то или это. Я просто считаю, что под руку не надо говорить. Вот мешаться точно уже не надо. Если ты в своей стране и выбрал, ее выбрал и здесь живешь, ты должен быть со своей страной, со всеми ее проблемами, даже с неверными, не дай бог, решениями. Все равно вот сейчас менжеваться и мешаться, понимаете, и портить настроение, и кол вбивать вообще-то, так сказать, в общественное мнение. Потому что для нас очень важно сегодня для людей, кто проживает в России, быть вместе. Потому что Россия всегда была сильна единством, особенно единством своих людей, там, русских-русских. И обрусевших русских татар, русских кабардинцев, русских евреев, русских чеченцев, русских ингушей, бурятов, еще 150 национальности. И в этом сила России. Всегда была сила. И когда разъединение происходит, пятая колонна появляется. Понимаете, вот тут очень сложно. Это же как назвать и как обозначить. Ну да, это очень сложно. Это очень сложно. Конечно, человек должен иметь право на свое мнение. Понимаете, мнение, я безусловно с вами согласен, каждый имеет право на это, и слава богу. Но вот чему стоит поучиться у наших противников, давайте назовем их так. Замечательное выражение, если верить истории, родилась в Америке в 19 веке, в переводе звучит так, моя страна, права или нет. Вот это девиз, который на долгое время взяли на вооружение те же американцы. Моя страна. Да, может быть, она сейчас ошибается, даже если. Но она приняла такое решение, и это моя страна. А уже потом, если было решение ошибочное, давайте потом будем разбираться. Сейчас страна приняла такое решение, и это моя страна. Вы знаете, вот я об этом от вас слышу первый раз, так получилось, почему-то. Но интуитивно я вот на этой же позиции стою. Что это мой город. Начиная, причем это я, это моя семья, это мой коллектив, это мой город, это моя страна. Понимаете? Потому что все начинается с тебя, с личной, а не надо прикрываться президентом, губернатором, мэром. Не придет дядя, понимаете, не изменит жизнь к лучшему, начинай с себя. И тогда жизнь будет легче принимать решения правильные и верхушки власти. Начинать надо с себя, потому что мать Тереза говорила, хочешь изменить мир к лучшему, пойди домой, полюби свою семью. И когда есть мой город, Могилев, это мой город. Мой город. Это мы говорим так, мой город, мой город Екатеринбург, потому что я там, это мой город, я чувствую его силу, и этот город мне многое дал. Мой город Москва, мои города, и это моя страна. Все это называется моя страна. И вы правильно говорите, моя страна, мало того, я в Содружество независимых государств тоже считаю своей страной, потому что это моя историческая родина. И когда я вижу Могилев, это мой город, город меняется. Прекрасная инфраструктура появилась, было захолустье, беднота, бедняцкие хатки. Что появилось? Совсем другая жизнь. И это только начало. Если поверить в себя, в свой город, в свою страну, в свою власть, в себя, опять же, с себя начиная, то жизнь будет меняться только в лучшую сторону. Если я гражданам говорю, друзья, если мы будем как мантру на площади говорить, наш город лучший, то все амбиции губернатора и мэра поплотятся в жизнь. Я уж не говорю о первом лице. А представьте, если не только говорить, а чуть-чуть еще что-то для этого делать. Опять же, не ожидая, как вы правильно говорите, что придет какой-то дядя из вас сделает. Сделайте реакцию, возле себя сделайте лучше, хоть чуть-чуть. Если каждый так сделает, мы не узнаем свою страну уже завтра. Мы с вами говорим об одном и том же. Но сначала было слово. Понимаете? А дальше уже действие. Поэтому слово. И вот это слово «наш город лучший», я прям в камеру это говорю. Наша Беларусь лучшая страна. Если каждый так будет думать и хотеть, они говорят, что-то мне надо в Польшу, пожалуй, там как-то больше платят. Или может даже в Германии там где-нибудь полымыть. Лучше полымыть в Германии, чем у нас здесь что-то такое ждать у моря погоды. Вот когда вот эта тухлятина начинается, это плохо. Но не без этого. Патриотизм в действии. Не без этого, к сожалению, но... Любить свою страну. Я благодарен тем, кто не уезжает в Дубай, не уезжает в зарубеж, а живет в своем городе и восхваляет его, делает его лучше, делает его престижным и комфортным. Ну, поездить надо. Классик белорусский. Не зря писал, как любить Беларусь свою. Слушайте, ну кто держит. Любит рыба в розных краях побывать. Понимать. Я про эмиграцию говорю. Вот бросить и уехать, потому что не так пристегно. А у нас же знаете как, часто стали путать туризм и эмиграцию. Конечно. Люди съездили туристами, посмотрели, о, красиво. И что? Ну, наверное, все там так живут, и мы там сможем тоже так жить. Вот Михаил Турецкий объездил весь мир, друзья. И очень хорошо понимаю, что такое разница между туризмом и эмиграцией. Поэтому, друзья, если у вас нет возможности вообще никакой оставаться у себя дома, тогда уезжайте. Но если есть хотя бы минимальная возможность, боритесь за свое, за место, где вы живете и где вы родились. Если есть хоть какая-то возможность. Как мне когда-то главный равен России, я что-то по личным вопросам с ним разговаривал. Он говорит, Миша, я ему рассказал о своей влюбленности, там что-то где-то в 90-е годы. Говорит, если можешь жениться, если можешь, четко надо это отучать, произнести, если можешь не жениться, не женись. То есть жениться надо только если ты не можешь без этого человека жить. И настолько влюблен, и он в тебя настолько влюблен, что вы друг без друга не можете. Или есть брак по расчету. Тогда тоже надо понимать, никаких шансов на выживание нет. Вот только этот человек дает мне новые шансы. Это брак по расчету. Вот если, друзья, вы делаете это в поисках чего-то там лучшего, но не делайте это. Но не делайте. Вот если у вас нет никаких шансов. Но шанс же всегда есть. Надо что-то тоже понимать. Надо стараться укреплять свой город и свою семью до последнего. И свою страну, конечно, тоже. Поговорим о вашем коллективе. Вы как-то в одном из интервью назвали себя диктатором по отношению к своим артистам. Я, если такой глупый, я могу быть трижды диктатором внутри, но никогда об этом в публичном пространстве. Я это прочитал. Может быть, за вас что-то придумали? Возможно. Но за глаза вас называют царь. Нет? Да, да, нет. Это добрая шутка моих коллег. Им так приятно. Царь сказал, царь решил. Но я всегда, я уже с каких-то там лет понимал, что шапка Банабаха, царская шапка, она очень тяжелая. И, вы знаете, я построил, мне кажется, очень правильное отношение со своими артистами. Да, им приятно, что ими кто-то руководит и возьмет на все ответственность. Смотрите, недавно совершенно Александр Лукашенко, которого считают кем? Расскажите мне. Я в Беларуси сейчас. Диктатором, да? Ну, вот это вот знаменитая поселение диктатора Европы и всякое разное. И вот он говорил о диктатуре как раз. И он сказал, ну, наша диктатура по сравнению с вашими, с демократическими вашими выборами, дана святая. Так, а ваша диктатура какая, если вы диктатор? Ну, конечно, святая. Я хочу быть на одной платформе с Александром Григорьевичем, в данном случае быть таким же диктатором, созидателем. Который меняет мир к лучшему. Я благодарен Александру Григорьевичу за то, как выглядит Республика Беларусь и как она меняется. Кто бы что ни говорил, я на уровне интуиции. Понятно, кто-то скажет из-за позиционеров, но он здесь не живет, он не знает наших проблем. А я чувствую нутром, что этот путь, который Беларусь проходит, он все равно позитивный. И он все равно приведет к свету. Со всеми издержками, потому что без издержек невозможно. У нас слишком там, в прошлом много заложено было проблем. И опять многие из них связаны с борьбой коллективного запада. Понимаете? Даже Владимир Владимирович Ленин, он и то придуман коллективным западом. Понимаете, о чем идет речь? Сколько у нас там помех для того, чтобы мы развивались. И, конечно, со всеми помехами приходится, со всем наследием тяжким, недоверием, со всем этим ужасом, необразованностью, со всеми этими приколами, невежеством, бескультурием, коррупционным подходом к жизни. Понимаете? Со всем этим приходится бороться. И без диктатуры совсем невозможно, видимо. Но нужна мера, понимаете? Но мера, все равно закон во главе угла должен стоять. Незаконные действия, они, конечно... Но мир несовершенен. И все равно какой-то процент на ошибки он должен оставаться. На эмоциональном состоянии, на работу команды, которая может неправильную дать информацию одному человеку. Вот. И очень часто, я собираю всегда консилиум, когда хочу какое-то решение. Ну, извините, что вообще сравниваю как-то себя с масштабами личностных каких-то вещей. Ну, у меня тоже коллектив... Ну, принципы управления, они же, в общем-то, не сильно разнятся. А я, вы знаете, когда-то одному губернатору говорил, который меня хвалил, говорит, я не понимаю, как ты столько талантливых людей держишь вокруг себя. Вот я тоже, кстати, честно не понимаю, как у вас это получается. Как вы губернатор такой области говорите? Вы же губернатор, это вообще... Разможешь сравнить с моим... Слушай, Миша, я управляю тремя замами. И это намного легче, чем коллективом талантливых людей управлять. Ну, вы знаете, я не знаю, как объяснить. Еще с юности, когда я собрал вокруг себя этих многих парней, я как-то... Я всегда... Отец меня, во-первых, учил. Он говорил, а люди довольны тем, как ты к ним относишься? Отец меня всегда спрашивал. Потом он говорил, иди сюда. Я говорю, пап, смотри, какие успехи. Тут поехали, тут в Америку, тут в Германию, тут во Францию. Посмотри, сколько у меня работы. Первое, что он меня спрашивал, а люди довольны тем, как ты им платишь? И так смотрел мне в глаза. А я немножко троллил эту ситуацию. А люди довольны, как ты их платишь? Минуточку. И я ему... А я так пошутить, чтобы так его спровоцировать, старика. И я говорю, ну, главное же себя не обидеть, папа. Ты же понимаешь, надо начинать без себя. Да. И правильно, сынок. Три рубля заработал, два отдай, будешь долго жить. Он мне говорил. И вы знаете, я понял так, что люди должны быть довольны. Ты должен встать на их место. Вот у нас был с одним из моих артистов какой-то разговор. В 2000 году, когда мы приехали в Торонто, и нас импресарио, который нас позвал, просто конкретно вот обманул. То есть довел это состояние, когда мы стоим перед сценой. И он до сих пор не привез деньги. Хотел вот-вот, через час, через два, там, мы еще были в Москве. Да, вот-вот. Вот, извините, такая ситуация прямо перед концертом, мадам. Исчез. То есть 7 минут до концерта, и мне надо принять решение. 2000 человек в зале. Зал переполнен, билеты проданы, а денег нет, и человека нет. Такой, ну, то есть, есть такое понятие в русском языке лох. То есть мы как будто бы облажались, что мы так глупо себя повели. При этом я спрашиваю у своего артиста, понимая, что платить теперь придется за все мне. За этот концерт всем артистам заплатить. И я у своего, одного из артистов спрашиваю, Евгений, а какой у тебя порог ранимости? За сколько ты денег работаешь? Вот сколько стоит твой концерт? Да, минимум, скажи мне. Он говорит, 50 долларов. А я в тот момент всем платил 200 долларов. И за что я благодарен в тот момент Евгению? Что он мне, понимая, что я плачу ему 200, не вскрывал свои карты. И не показал, что меня можно и за 100 купить. То есть я думаю, я бы подумал, а зачем платить 200, когда можно, он хочет 50, 100, это выше крыши. То есть я ему благодарен за то, что он сказал правду, а он мне благодарен за то, что я продолжал платить 200. И поэтому это вот на всю жизнь отношение. То есть вот найти этот баланс, потому что можно о себе, конечно, подумать, но ты проиграешь. Когда-то Сбербанк стал спонсором нашего коллектива, когда ему было 15 лет. У коллектива Хор Турецкого никогда не было спонсоров и инвесторов. Это единственный коллектив, который можно изучать с точки зрения маркетинга, который вырос без инвесторов. То есть вообще вот с нуля. Только за счет того, что за счет энтузиазма. А потом касса началась. Билеты люди стали. Исключительно на кассе этот коллектив вырос. И никогда не было никакого спонсора. Вот первый спонсор, и то на проект Сбербанк представляет 15 лет коллектива. То есть они пошли на то, чтобы как бы поставить свое имя. И по всей стране мы дали тогда некую сумму. Она не дурманит воображение сейчас, но тогда она была значительная в 2005 году. И что сделал я? Я позвонил кому-то из своих бизнесменов, друзей, и говорит, как вообще себя вести? Он говорит, ну треть сразу понятно куда. То есть вот забери себе. И я говорю, ого, треть забери себе. Папа уже не было посадка. А, папа был еще, но такой вопрос не мог задать в 2005 году. Он уже решил слишком сложно для него. Значит, я понял, что надо потратить все деньги. Все. В то, что хочет Сбербанк, и то, что нужно коллективу. И мы взяли поезд, сами за него заплатили. Нам дали скидку, но на поезде мы ехали по всей стране. Хор Турецкого, Сбербанк. И давали концерт. У нас появилась возможность каждый день в новом городе давать шикарный концерт. Благодаря этой логистике. Потому что так это было очень сложно. У нас был на каких-то участках Дальний Восток, Сибирь, самолет, на котором был написан хор Турецкого, Сбербанк. И тоже появилась такая логистика шикарная. Можно было там утром проснуться в Хабаровске, дать концерт в Иркутске, а заснуть в Улан-Удэ, например. Или в Якутии дать концерт на следующий день. И это было очень масштабно, круто и привлекало внимание. И дальше были флажки какие-то. Весь город знал, что это будет праздник музыки. Можно было треть людей привезти на этот концерт малоимущих. Я всегда говорил, что надо поддерживать врачей, учителей и военнослужащих. Когда-то Голдемейр, которая основала Израиль, сказала, что государство сильно вот этими тремя категориями людей. И их надо усиливать. Врачи, учителя, военные. Голдемейр была гениальной женщиной. Она построила маленький Израиль, который вокруг 300 миллионов арабского мира, достаточно враждебного настроенного. И весь мир, у них нет ни нефти, ни газа, ничего. Есть только мозги и технологии. И они прекрасно себя чувствуют. Ну, относительно, конечно. То есть умная женщина. Я ее услышал. И мы там, не знаю, треть билетов дали людям прийти на хороший концерт, которые не могут себе позволить купить два билета, привезти семью. Это был шикарный опыт, который вот при правильном подходе, если ты ничего не украл, а все вложил именно в дело, в миссию, оно потом нас сразу подорожало, нас сразу до востребованности началась великолепная. Вот 2005 год, я заметил. Поэтому, понимаете, нужно искать в себе миру корысти. Хорошо зарабатывать, но ты должен с людьми разобраться, не должен оставлять недовольных, не должен обижать незаслуженно. Даже если тебе кажется, ну, этот человек там, ну, он вот сейчас уже не тот конь, который пашет, ну, когда-то 20 лет назад пахал, и тебя, царя, приподнял на своих плечах, ну, ты как-то теперь ему тоже должен. И я никого не увольняю из тех, кто со мной начинал, даже если я могу на более молодого заменить, на более сильного. Нет, я ищу форму. Молодых тоже беру, но и сохраняю. Так это же сколько человек-то в коллективе тогда уже. Нет, вы знаете, все равно же свои коррективы, если честно, и, к сожалению, даже во многом расставляют. Ну, кто-то ушел, подумав, что он великий. Было такое, пару человек. Великими не стали, сразу говорю, ну, чтобы вы так смотрите, не стали великими. То есть выше не прыгнули все равно. И кто про них теперь не знает. Вот, один парень у нас ушел от ковида. Это большая драма, очень сильный. Сильный был певец Борис Горячев. Да, 48 лет. Удивительная, страшная беда. Да, маленькие дети остались. То есть жена была беременная, когда он заболел. Вот, но вот такие случаи. Или еще один парень сказал, хочу, вот 30 лет проработал, хочу заниматься бизнесом. Нравится мне бизнес, хочу. Есть проблемы. Ездить на гастроли – это большой напряг. И по здоровью тяжело. То есть сам ушел. Осваждаются все равно в редких случаях места. И на эти места появляются сильные, молодые в наш коллектив. Причем, вы знаете, они сильные, молодые даже не сразу. У меня есть своя методика, как дорулить человека в творческом плане до лучшей версии его самого. За короткое время. Это как мое ноу-хау. То есть я разглядываю самородка. Он, допустим, может по жизни болтаться, и ничего у него хорошего не происходит. И он за несколько месяцев начинает меняться в нашей атмосфере. У меня есть... Так и что вы с ним там делаете? Дорогой мой, вы вот когда в мишленовский ресторан приходите, говорите повару, покажи мне вот рецепт, вот этот борщ, который называется аэроборщ. Почему вы так назвали? Но он какой-то уникальный у вас по вкусу. Как вы, что вы там делаете? Ну, вряд ли они вам рецепт расскажут. Понимаете, ну я вам расскажу так вкратце. Ну, во-первых, я считаю, что есть там... Откуда можно через образование немножко сделать шаг, через дообразование музыкальное, через стилистику, через физкультуру, через книги, через какие-то вещи. Вот требую там, скажем, прочитать две книги, какие не скажу. Просмотреть несколько фильмов, ну, неважно. Есть догадка, ну ладно. Это все очень надолго. Значит, спортзал там раз в неделю, как минимум, знаю, к кому отправить, чтобы человека настроили правильно себя вести на сцене, и стало ему легче голову держать, рот открывать, лоб не морщить. Понимаете, есть какие-то тайны, секреты, но они помогают этому человеку там за шесть месяцев вдруг поменяться и поверить в себя. Мало того, даже у него роль меняется в семье. Ну, жена начинает более уважительно относиться, он это видит. Понимаете, меняется. И первое, что я говорю, послушай меня внимательно, то, что мне от тебя надо, тебе самому прежде всего надо. Если человек клюнул на эту удочку, а она аргументированная, и не я один такой, он должен, поверь мне на слово, не работает. To be honest with you, быть с тобой честным, не работает. Работает только, когда жена скажет, да. Когда друзья скажут, слушай. Вот когда это все происходит. Но так как это, так сказать, типовой проект, и в основном все, кто на этой линии прошли, из моих, которые присоединились, потому что я ценю тех, кто с корневой системы. Такая же история в Сопрано. Я очень ценю, что женский проект существует... Это же вообще... А вот это-то как? Это вот как сам не знаю. Ну, с мужиками, допустим... Не могу вам... Не могу сам... Вот для меня это не раскрытая тайна, это мистика какая-то, потому что единственный проект, которым я могу сравнить нашу Сопрано, но не по стилистике, а просто по продолжительности жизни коллектива. Это группа Spice Girls. То есть это девушки, которые существовали 6 лет. Дальше Виктория Бетхим вышла замуж, и тот сказал нет. Ну, мы все знаем. Нет, шоу Бетхим. Дальше эта история. Дальше все. Значит, вот в нашем коллективе Сопрано из девушек, которые пришли в первый набор, их там 5 человек сейчас, а это костяк коллектива. И еще несколько присоединилось в 2015 году. И они все с удовольствием работают. Создана такая система. Сейчас одна из девушек родила второго ребенка, она в декрете. Но коллектив от этого вообще никак не страдает, потому что это не три человека, не четыре. Это вот такая защищенная тема. Семь-восемь певиц. И у них есть возможность, что скамейка запасных один человек, у них есть возможность вдвоем даже в декрет уйти. Ну, то есть нет такого, что запрет там выйти замуж? Я бы посчитал бы себя диктатором, раз. И даже не побоюсь этого слова, идиотом, два, если бы я попытался влезть в божественный план. Понимаете, есть же божественный план. Вот этой девушке надо любить, надо родить и мешать. Ты идиот? Я не идиот. Я помогаю. Не в том смысле. Я помогаю богатым. Не в том смысле, в котором... Нет, я сам сказал, я помогаю. Я бы хотел помогать, но я женат, и моя жена не оценит мою помощь в этом вопросе. Не поймет правильно. Хорошо. Микаэл, были планы, знаю, на счет детского коллектива? Они осуществились, не осуществились? Вы знаете, мы прямо на пороге, потому что я всегда говорил, что планы есть, но у меня нет помещения. Мы всегда жили в съемном помещении, хотя Юрий Михайлович Лужков нам дал особняк, но он был в аварийном состоянии, я не знал, что с ним делать. В нем репетировали сопрано какое-то время. Это только очень локальная часть помещения можно было использовать. Сейчас мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, который все-таки лояльно относится к нашему коллективу и даже говорит, что хор Турецкого – это лицо и история Москвы. Мне это очень понравилось в какой-то момент. Причем это не было на празднике сказано, на каком-то, знаете, где надо было что-то сказать. Сказал в частном разговоре, люди слышали. Я понял, что Зача относится с уважением. И действительно, то, что мы делаем, наша деятельность, ее масштаб, то, что мы несем культуру в массы, миссионерскую столько лет, и там в 17-м, 18-м, 19-м году хор Турецкого 120 раз в году садится в самолет. Я про поезд не говорю. Вдумайтесь, масштабы деятельности. И он сказал, да, и как-то пошел навстречу, помог, и сейчас здание ремонтируется. У нас есть помещение, оно не огромное, но оно такое, которое позволит 30 детей где-то там разместить, чтобы их учить. Это будет бесплатная школа. Я прямо об этом говорю сразу, никаких за деньги, никаких, нет, это не коммерческое. Мне в точной коммерции неинтересно, это просто вообще, не мое. Я хочу душу вложить, это должно быть только в таланты, потому что жалко времени. Я хочу вкладывать время свое только там, где будет расти. Время хочу свое потратить, только не потому, что там дядя заплатил, давай в него время теперь свое вбивать. Нет, дядя заплатить не может, но может прийти дядя и сказать, хочу помочь школе. Чтобы школа работала, чтобы у вас не было проблем, потому что все время из кармана Михаила Турецкий тоже на это все, это же педагогов надо нанимать, и чтобы они работали, чтобы это были хорошие педагоги, их тоже надо уважительно оплачивать. Вот, поэтому сказал учителя, врачи. То есть на подходе все. Да, мой дорогой, угадали вы. То есть вот я надеюсь, что в 2024 году, нам обещают конец этого года, это я не верю, в обещанного три года ждут, отсчитаем от трех, в худшем случае 25, я думаю, в 2024 году уже мы переедем куда-то, и у нас появится, я буду понимать, вот три кабинета, вот здесь будут сидеть родители, ну, которые привели детей, это не будет школа, где они будут постоянно учиться, два-три раза в неделю, но я сделаю, чтобы это как минимум помогло в жизни, а как максимум еще и профессия для кого-то стала. Не уверен, что у всех 30 детей это будет профессией, но это точно даст им многое, потому что канадские ученые изучали, доказывали, что те, кто занимается тросом музыкой для себя, 20% интеллектуального потенциала поднимается преимущественно над остальными детьми. Вот в Германии такое прямо у них четкое квадратиш-практиш, каждый третий тогда, или сейчас, или в детстве, или даже в ветеранском возрасте, в хоре поют. И командный дух, ну какая-то есть там, все равно организация бешеная, иногда она отрицательна, тот, с чего разговор начинался, отрицательна в истории играет. Нет, ну это же... Но в основном помогает, если так подчислено. На самом деле, да. Понимать команду, слышать не только себя. Понимаете, вот что самое важное, если хочешь чего-то в этой жизни добиться, особенно в отношениях с людьми, поставь себя на место человека, с которым строишь отношения. Вот поставь себя. Вот как в семье. Тут главный раввин... Я уже третий раз к раввинам. Да, я заметил. Я беру от них лучше. Я пришел, я видел, я вижу, вот это мое. Сидит раввин с рабицей, со своей женой. И я понимаю, что в той семье, где все 50 на 50, вот оно рабочее. Вот даже вот этот 51%, знаете, как учредитель, уже не работает. Перекос ни в какую сторону невозможен. 50 на 50 решать вместе, чтобы всем было комфортно. И все делать вместе, 50 на 50. И любая диктатура, там, я решаю, а ты там, в удиженных, ну все, начинается развал. Потихонечку. Если 51-49, это очень потихонечку. А если 30 на 70, это все полное, хочется сказать, задница. Понимаете? Вот не должно быть. Надо всегда понимать эти правила. И вставать на место. Ну стараться, это очень сложно. Ну вот, получается. Потому что ты же великий, а он маленький чаяк. Он тебе ответить не может. И ты начинаешь, он не может даже до конца быть с тобой искренним. Угадай, что ему надо. И тогда ты победишь. Два рояля, когда играют, дуэт фортепиадный. Ну судя по тому, что у вас четверо дочерей, уже внуков, вы счастливый дед. Внук и две внучки. Да, внук и две внучки. У вас это все получается. Равновесие вот это выдерживать. Ну, вы знаете, вот опять же, религиозные люди еврейской национальности не предохраняются. И у них, вот у человека, может быть, уже 30 внуков, например. Вот тут я как-то не доработал в этом вопросе. Мне теперь кажется, что у меня мало денег. Мало к Равину ходили. Равин, когда сказал, можешь не жениться, не женись в 90-х, что-то сказал неправильное. Такое или правильное. Он был слишком практичным. Вот во всем нужна мера. То есть вначале было слово. Видите, вот поэтому я говорю, что мир несовершенен. Но надо стремиться. Надо знать эти, чувствовать эти постулаты. Но никто не написал, как надо жить. Делать вакцину или не делать. И кто точно не знает. И никто точно не расскажет. Но стремиться надо действительно к лучшему. И в этом я с вами полностью согласен. Счастье, когда ты чего-то не понимаешь. Я вам клянусь. Когда ты еще до чего-то можешь дойти. Когда у тебя еще много всего неизведанного и непонятного. Когда ты можешь в моем возрасте сказать, я знаю, что я ничего не знаю. Это цитата, не я придумал. Это великие. В Греции сказали. Я знаю, что я ничего не знаю. И это и есть мое счастье. Я каждый день открываю. Для себя новое и новое. Но это же секрет молодости. Вы понимаете? Окей. Пусть каждый день и каждый час вам новое добудет. Новое добудет. Пусть будет добрым ум у вас, а сердце умным будет. Самуил Яковлевич Маршак. Ну и у вас ведь необычный год 2023 для вас. Вы знаете, это юбилейный год. Я праздную свой юбилей. Он, этот юбилейный тур начался в момент, когда у нас была спецоперация. И я понял, что, ну, со мной стороны, юбиляр, у которого есть регалии, народный артист России и много разных других регалий, может быть триумфатором ситуации вечера, времени. Триумфатором имеет право на это. То есть есть на что опереться в плане заслуг. Но ситуация такова, что такой концерт лучше уводить в иную плоскость в этих обстоятельствах. Это концерт благодарности корням, учителям, родителям, семье, аудитории, многочисленным поклонникам, которые сформировали меня как артиста и как личность. И вот такой концерт я создал уникальный. Я им очень горжусь в плане программы музыка всей моей жизни. Через первую песню, которую я пел с отцом, посвящение родителям, посвящение людям, которые отстаивают интересы нашей страны сегодня. Там Юсиф Давыдович Кабзон появляется на экране, и мы с ним поем. Много чего там заложено. Виктор Цой. Какие-то вещи, с которыми у меня связана жизнь. Вот много чего. И с этим концертом я уже проехал 65 раз в России. И, конечно, у меня есть мечта. Это моя историческая родина. Поскольку я везде всем говорю о том, что я внук кузнеца из Могилевской области, сын фронтовика, тоже из местечка Кличев, Могилевская область. И мама моя из Республики Беларусь. Я должен здесь тоже сделать эти концерты благодарности. Наверное, теперь я понимаю точно это. Минск, Могилев, Бобруйск, потому что детство мое прошло на улице Советской, дом 137, квартира 38. И Березина – это было место, где я первый раз спортом занимался со своими родственниками. Но мое место, да. Наверное, это город Гомель. В Бресте мы бываем слишком часто, может быть, и Витебск, связанный с базаром, может быть, и без нашей энергии пока, пока. Но вот эти города точно. И я мечтаю в осеннее время приехать. И, если честно, не буду даже скрывать перед камерой, мечтаю о звании народного артиста Республики Беларусь. Мечтаю об этом звании. Александр Григорьевич, скажут, утекают таланты, утекают, обнимая меня. Там в Бресте, вот тогда, 22 июня, я говорю, Александр Григорьевич, неправильно, никуда не утекают. Это мое все. У нас, во-первых, союз независимых государств, во-вторых, у нас даже, мы сейчас из России можем к вам приехать без остановки, паспорт даже иногда не спрашивают. Поэтому мы остались там же, где его и были. Это историческая родина. Поэтому это моя страна. Я горжусь, что в ней сейчас есть позитивное движение, есть развитие. Кто бы что ни говорил. Я молю Всевышнего о том, чтобы у страны было терпение, вера и процветание. И, конечно, об этом я скажу на своих концертах. Большое вам спасибо за внимание. Мы, я со своей стороны пожелаю вам, чтобы ваши мечты, все мечты, о которых вы сейчас сказали, не только планы, а и мечты. Обязательно... Слышать Бога, расскажу я о своих планах, вы знаете, у меня это не работает. Я рассказываю, и это забывается. Значит, правильно слышать. Значит, правильно говорить. Продолжайте в том же духе, а мы будем с удовольствием ходить на ваши концерты и слушать ваши песни. Спасибо огромное. Люблю вас всех. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok